Минюст предложил выдавать паспорта заключенным в СИЗО. Разрешить выдачу общегражданских российских паспортов обитателям следственных изоляторов предложили правоведы Министерства юстиции России. Ими были подготовлены соответствующие изменения в федеральный закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Фото, это артас слеш Александр Дюмин. Сейчас граждане, которые не в ладах с законом, могут получить утерянный, испорченный, просроченный или украденный паспорт только в колонии. Пока же длится расследование и человек находится в следственном изоляторе, такой возможности у него нет. Это приводит не только к тому, что арестант не может вступить в брак, оформить пенсию, инвалидность, наследство или выписать доверенность, но и, самое главное, к невозможности изменения меры пресечения на более мягкую. Выпустить из СИЗа под домашний арест или подписку о невыезде без паспортного подозреваемого, обвиняемого или подсудимого следователей и суды даже при желании не могут. Потому что, если нет у человека паспорта, то негоже его такого, совсем без документов, выпускать. Минус. Более 10 тысяч заключенных вышли на свободу после пересчета сроков. О недавнем обсуждении в Минюсте законодательной инициативы, предусматривающей необходимость выдачи паспортов заключенным СИЗа, рассказала член Совета при Президенте РФ по правам человека Ева Меркачева. Она приняла участие в ведомственном совещании. По словам правозащитницы, в настоящее время в СИН по закону не обязана оформлять паспорта заключенным в СИЗО. Начальники следственных изоляторов любят повторять арестантам, что вот осудят вас, приедете в колонию, и уже там сделают вам паспорт. Убедить их хотя бы в качестве исключения помочь с паспортом конкретному заключенному весьма сложно, и формально представители службы исполнения наказаний правы, отмечает Меркачева. В 2018 году сотрудники в СИН оформили 48 858 паспортов гражданам России, находящимся в заключении. Все они обитатели российских колоний, то есть граждане, уже получившие приговор суда и отбывающие наказание. Из них примерно треть осужденных получили новый документ в связи с достижением предельного возраста, с подследственными ситуацией иная. У них пока нет возможности получить новый паспорт, находясь за решеткой. По данным Евы Меркачевой, у примерно 26 тысяч содержащихся под стражей в СИЗО в личных делах отсутствует паспорт гражданина РФ. А это почти четверть от общего числа населения всех российских следственных изоляторов. Из них примерно 9 тысяч человек заявили, что потеряли паспорт еще на воле. Некоторые арестанты уверяют, что паспорт находится у следователя и тот не отдает им его по какой-то причине. Якобы это отличная уловка, чтобы не выпускать подследственного до суда. Оплату госпошлины произведут за счет средств арестанта. Если их нет, расходы покроет государство. Минюст предлагает дать право каждому заключенному подавать через администрацию СИЗО заявление о выдаче, или замене, паспорта. Оформление оплаты госпошлины будет производиться за деньги арестанта. Если же его лицевой счет окажется пусть и родственники не помогут, расходы покроет государство. Инициатива полезная, хотя бы потому, что сегодня из-за невозможности получения или замены паспорта страдают дети подследственных, которым родственники попросту не могут оформить согласие на выезд ребенка за границу, отмечает адвокат Андрей Орлов. Комментарий. Алексей Лобарев, председатель комиссии общественного совета ПРИВСИН России, ветеран московского уголовного розыска. Считаю, что подозреваемые, обвиняемые, задержанные граждане, находящиеся в СИЗО пенитенциарной системе, обязательно должны иметь паспорта. Бывают случаи, что при оперативных задержаниях, грабежах, кражах, обысках, залогах у людей пропадают личные документы, в том числе и паспорта. Гражданину, находящемуся под стражей и ограниченному в свободе передвижения, телефонной и мобильной связи, очень тяжело найти или восстановить свой паспорт. Официальный комментарий Министерства юстиции России. В настоящее время в отношении осужденных уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации предусмотрены положения, возлагающие на администрацию исправительного учреждения обязанность принимать меры по получению указанной категории лиц паспортов, при их отсутствии. При этом в отношении подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, такие положения отсутствуют. В целях обеспечения социальной поддержки, защиты прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, Минюстом России разрабатывается проект Федерального закона о внесении изменений в статью 17 Федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Законопроект наделяет подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений правом обращаться через администрацию следственного изолятора с заявлением о выдаче, замене, паспорта гражданина Российской Федерации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Принятие соответствующего законодательного акта позволит подозреваемым, обвиняемым в совершении преступления обеспечить возможность прохождения ими процедуры установления, подтверждения, инвалидности, заключения брака, участия в гражданско-правовых сделках и ДР. По результатам состоявшегося 27 мая 2019 года в Минюсте России совещание с заинтересованными газорганами в целях выработки согласованной позиции законопроект будет доработан и после размещен на официальном сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГ власть права личные документы происшествия правосудия тюрьмы правительства Минюст выдачи российских паспортов.